Всем привет! Блендер 2.91 и опять удивление и опять новое что-то появляется. Искал программу аналог Майк Хаммер, потом смотрел еще на подобие Миксама Фуз и так далее. Попадается мне неизвестное название программы. Да и думаю, посмотрю, да что ж это такое, интересно ж, да? Ну и так, готовы. Итак, давайте посмотрим, что да как. Бац тебе, здравствуйте! Форортист, ёх, мать моя, еще к этим не привык, уже вот тебе новое. И вот это блендер, типа новый блендер, я его туда и копать, я, маму, это пиздец. Короче, все то же самое. Н панель, все, функционал вот это тут. Теперь давайте посмотрим, как это дело вообще выглядит хотя бы. Я его, так ладно, погнали. Все тоже вот, обжиг мод, это находится мэш, арматура, все то же самое. Обжиг, сет оригин, в принципе, ну, кто работал в блендер, короче, тут ничего такого сверхъестественного. Вот тут вынесены значки, тут теперь все быстро, вот она, как в мае, именно арматура, мы ее можем нажать и сразу вставить, не надо никуда лезть. Делит, клавиша, клавиша также все это дело удаляет. Также вот добавляем камеру, делит. Также вот у нас здесь, чего у нас тут? Сперк хейт, короче, что-то, динамик какой-то, что ли, или свет, теперь так называется. Так, здесь у нас походу, так, это кризы, это у нас, что это у нас? Бланк, давай посмотрим, что тут. Так, делит. И вот вынесены вот здесь у нас мэши, вот мы можем добавить куб, вот так вот, прикиньте, быстро. Без Shift-A, хотя тоже работает, но вначале вы, когда включите эту программу, все, горячие клавиши работать не будут. Нужно зайти в Edit, найти преференции, найти вот эту Key Map и вот здесь вот поставить Blender. Здесь есть вот именно For Artist, вот этот Blender, Blender 2.7X и вот этот Injustice Corporate. Ну, короче, разберетесь. Я на Blender поставил просто пока. Горячие клавиши вроде все работают, вот. And Screencast Key, аддоны устанавливаются, все проверил. Ну, опять же, Edit, преференции, находим аддоны и закидываем аддоны. Здесь вот Landscape, знакомое что-то есть, вот Bond Selected, короче, в принципе, стандартный, вот CTL формат, UVLayout и так далее. Wavefront, разберетесь, посмотрите. Так, это что у нас? А, это вот у нас переключение вида. Теперь можно тройку на нампаде, единицу на нампаде и семерку на нампаде, в принципе, не жать. Можно вот мышкой бац, бац, в разный вид переключаться. Так, где у нас? Вот здесь у нас, опять же, Warframe, все то же самое, стандарт. Это у нас убирает клавиша боковую вот эту панель. Так, что еще тут? Так, а вот это? О, вот теперь не кружочек здесь, а квадратик. Show overlays. Вот такая штука. Так, это у нас экспорт, это у нас импорт, здесь у нас рендер, все вот теперь вынесено вперед, сохранение, теперь можно save, save as, вот оно. Не надо теперь, опять же, нажимать файл и заходить, save as, здесь нажимать. Так, давайте по темам пройдемся, edit, так, преференции, интерфейс, так, ага, темы, вот они. Preset Maya, опять же, что тут еще есть, Blender Lift, Blender 2.5x, черный цвет прикольный. Так, моду, в принципе, вообще, вот внешний вид мне нравится. В 2.92, по-моему, а не, в 2.91 и в 2.92 вот мода плоховато выглядит. Стандартная, все как-то размыто. Ну, здесь, в принципе, ничего, так глазу приятно. Так, теперь, что еще тут есть? Давайте посмотрим. Так, опять же, мода не надо. Включим стандартный, вот, for artist, вот, да идите, надо же еще запомнить, как называется. В принципе, вот, значки теперь другие здесь, если вот вы включаете в artist этот. Ну, вот, единственное, модификаторы, ключ, материалы, да, материалы, сфера, текстуры, также квадрат. Вот, единственное, что вот поменялись теперь, по-моему, партишек Magic. И, так, это у нас физика, да, тоже поменялась. Так, смотрим, где у нас находятся теперь настройки. Все то же самое, вот, настройки вывода. Это при рендере. Так, что тут еще есть? Это что за значок такой? New Collection. Вот, теперь здесь можно добавлять новую коллекцию. Здесь теперь можно, вот, сразу добавлять, допустим, чтобы камера не видела, какой-то саптул, там еще что-то. Ну, в принципе, то же самое. Так, это Proper Editor. Так, при перезагрузке все возвращается назад. Посмотрим, настройки также сбрасываются. Так, нажимаем, да. Автосейв, преференции, автосохранение, ручное сохранение. И вернуться к базовым именно настройкам. Это все понятно. Анимация тут включена. Если у вас нет нампада, опять же, повторю, здесь заходите в Input и ставите вот эти галочки. Тогда у вас верхние клавиши будут работать. Вот это верхние кнопки. Один, два, три, четыре, умножить, минус, плюс, там, короче. Это у кого нет нампада на клавиатуре. Так, давайте посмотрим, что у нас именно с моделированием. Edit Mode. Опять же, здесь у нас вершины, ребра, полигоны, нави. О, это что-то новое. Нави. Orbit Up. Orbit Down. Так, это что у нас тут? Set Active. Mesh. Transform. Symmetria. Так, так, так. Ну, Normals. Subdivision теперь. Subdivide. Вот они. И как они работают? Если мы включим Level, то мы теперь делаем сферу. Так, пардоньте, нам это не надо. Так. Ctrl-Z не работает. Ctrl-Z возвращает назад вот этот вот куб. Так, что ещё? Правая кнопка мыши. Угу. Mirror X Global присутствует. Snap. Так, 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 так. А Subdivision Shaders Mood? Всё есть. Add. Так, теперь заходим в Edit Mode. Edge Subdivision. Вот здесь они теперь подразделяются. Всё прикольно. Выбираем вершину. G. Вытягиваем. G. Вытягиваем. G. Вытягиваем. Так, попробуем схлопнуть. Так, выбираем M английское. Add Center. Вот такая штука. Короче, всё работает точно так же. И теперь нужно поработать мне и понять, насколько это всё дело удобно. Ну, в принципе, удобно. Тут давайте ещё скульптинг посмотрим. Смотрим скульптинг. Тут вот какие-то новые кисточки появились. Так, работает всё то же самое. Оттягивайте с надписями. Перетягивайте в комплекте. Вытянутые в полосу и так далее. Вот так, кому удобно. Названия, чтобы были видны. И POS. Это что тут такое? О! Опа! Можно, гляньте, как менять теперь. Ротация. Так, что тут ротация? Клод. Даже есть ткань. Ну, это надо разбираться, короче. Это тоже брашис. То ли красить, то ли это. Ну, новые кисточки какие-то есть. Так, заходим теперь в Object Mode. Вот эти посмотрим, что тут за галочки. Load Save, Import Menu, Import, Common, Export. Так, это у нас файл. Мэш бит, анимация, тулы, имейдж, картинки, тулы. Это то, что, наверное, можно закидывать или работать с этим. Show Quick. Вот можно добавить на панель вот эти все штукенции ToolBall. Tapes, я с этим не работал, не знаю. Так, это скиптинг. Это анимация, вот так вот выглядит. Шейдинги. Давайте посмотрим шейдинги. Так, вот так вот выглядят у нас шейдинги. Так, UV Editor, в принципе, теперь с этой стороны развертка, с этой, вот этот наш куб. Так, что тут еще? Face, UV, Vertex, Edit, Mood, Texture, Map, Paint, Vertex, Paint. Ну, в принципе, все то же самое. Лояут, где? А, теперь лояута нет, есть Main. Вот он, Main, вот этот. Рендер. Добавлять можно, что хотите, сколько хотите. Так, Transpose вытягиваем. Skyl, Rotation перекручиваем. Теперь курсор MOV. Заходим в Edit, Mood. Transpose тоже самое. Ротация, ну, так, это что такое? Размеры. Вот у нас теперь есть Entrouter Region. Экстрадирует. Вот теперь можно вот так их экстрадировать. Так, да и раньше можно было. Так, Normal, M. Ну, словом, вот такая вот программка. Смотрите. Возможно, кому-то понравится вот X-Symmetria, Y, Z. Здесь вот еще какие-то Global 3D Cursor. В принципе, вот теперь вот эта центральная панель, она ушла вот сюда в бок. Опции. Live. Так, это Object Mode. Смотрим. Origin. Локализация. Так, вот здесь чего-то не хватает. Вот с этим тоже нужно разобраться. Как, да и что. А, вот она. Маткапы. Текстуры. Материалы. Backface. Кулинг. Теперь вот эта вот боковая. Так, не тут. Это теперь она будет. Так. Вот здесь. Вот она. Face Orientation. Вывернутые нормали. Вот они. Так, теперь. Нажимаем Alt-N. В Edit Mode. Alt-N. И вот он, Flip. Выворачиваем все наизнанку. Так, ага. Теперь зажимаем. Select Box. Вот, можем выделять так. B, английская, тоже работает. Словом, все то же самое. Ну, вот кому понравится этот интерфейс, напишите, кто попробует эту прогу. Как она и так далее. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.